Однажды я сказал, что не буду делать видео по духу, пока не выйдет весь сезон. Я был молод и наивен, и поэтому рассчитывал, что Фениксы выпустят оставшиеся серии хотя бы к концу 22-го года. Но вот на дворе конец апреля 23-го, а вышло только четвёртое. Правда они, чертяки, грозятся скоро выпустить и пятую, но второй раз я на это не попадусь. Однако радует, что ребята хотя бы выдерживают прежний темп по одной серии в год. Но если они всё же закончат... Что ж, будет приятный сюрприз. Давайте лучше поговорим о самой серии. И посмотрев её, я с уверенностью могу сказать, что эта серия... Довольно неплохая. Во всяком случае, на первый взгляд. Визуал стал гораздо приятнее, особенно в сравнении с первыми сериями. С гоблином Димой и гоблином Димой, который валит боком. Хотя это уже, скорее всего, не актуально. Ибо Фениксы поменяли графику в первых сериях. Правда, только в тех, которые на окко. А так как платить за какой-либо контент маленькой студии вечных любителей я отказываюсь, проверить я не смогу. Если не найду сливы, конечно. В остальном же неплохо. Правда, в сцене на кладбище легко запутаться. Единственное, что мне не до конца понятно, что они там делали так долго, в этих 13 минутах. Отговорки, само собой, есть. Причём в стиле создателей Metal Family. Только там люди были либо беременны, либо лечили почки. А здесь... Не знаю, полоса загрузки лагала, видимо. В любом случае, теперь результат работы хотя бы виден. Но в прошлый раз с визуалом тоже всё было неплохо. А вот сюжет, мягко говоря, подкачал. Поэтому давайте посмотрим, что и как нам в этот раз расскажут и покажут Лина и компания. Начинается серия с того, что у Димы в магазине не оказывается денег на дошек и энергос. Ха-ха-ха, Лина, мы поняли, да. Студенческая жизнь. Поэтому из продуктов лишь пойло почти по две сотни за банку. До БПшки по паутиннику минимум. Понимаю. Столичная жизнь обязывает, чтобы даже нехватка денег выглядела богаче. Поэтому дешёвые хлеб и чай только для полных нищебродов. Но ладно, Дима же прошаренный. Поэтому берёт себе продукты по акции. Видимо, со скидкой процентов 60. Однако на кассе его обламывают. Потому что забыли поменять ценники. И Дима это хавает. Взяв в итоге только нажористый энергос. Тут вариантов два. Либо главный герой по жизни лох и не в курсе, что такая ситуация это проблема продавцов, а не покупателей. Которым обязаны продать товар по тому ценнику, который был, а не который должен быть. Ну или же этого не знает кое-кто другой. Далее выясняется, что у бедолаги денег теперь нет вообще. И даже мама, с которой он говорит, не может ему финансово помочь. После чего его покупки начинают выглядеть ещё разумнее. И вернувшись в общагу, Дима решает искать подработку. Правда, начались проблемы с деньгами у него довольно внезапно. Но в это, в принципе, можно поверить. Если что-то подобное у него происходит впервые. Например, лишился степухи. Что неудивительно с его отношением к учёбе. А деньги все просрал на типа дешёвую еду. Если же нет, на что в серии дальше есть явные намёки, то поверить уже гораздо сложнее. Как и сложно поверить в абсолютно идиотское поведение Димы при попытках устроиться на работу. Именно так и ведёт себя человек, который вот-вот начнёт с голоду помирать, как было сказано. Хотя, не буду врать, сама нарезка выглядит довольно забавно. Правда, я разве должен ему сопереживать? Он по своему идиотизму потерял каждую работу, на которую устроился. А с последней и вовсе сбежал, просто увидев Антона. Но при этом сериал подаёт всё так, будто я должен относиться к нему хотя бы с сочувствием. Ладно, об этом позже. А сейчас из разговора с Олегом выясняется, что сюжетная линия-то у нас не одна. Да, прикиньте. Сценаристы наконец вспомнили, что у главных героев есть дневник и задачи, которые так-то нужно выполнять. При этом из всего списка решено выбрать самое простое и однозначное задание. Найти себя. Всего-то. И кстати, смиритесь, что эта сюжетная линия теперь основная, и главные события серии связаны с ней. О поиске работы это филер, который помимо показа Димы конченым тупицей и заполнения хронометража, нужен для подводки к одному недоконфликту, о котором мы тоже поговорим немного позже. Но даже это не всё. В процессе разговора оказывается, что Олег может вытаскивать из предметов души. Что? Подождите, что? А объяснение этому в мультсериале хоть где-то есть? Может, вместо шуток-прибауток расскажете в самом произведении, наконец, как работают мир и призраки? Потому что уже четвёртая серия из пяти, сезон почти закончился, а мы ровным счётом ничего не знаем. При этом у Олега открываются всё новые способности. Он что, в промежутках между сериями прокачивается? И пока вы рисовали четвёртую, дух, которого я теперь буду звать Олегом четвёртого уровня, лес фармил. И да, насчёт того, в кавычках, объяснения, что нам сунули в серии. Какие к чёрту души у неодушевлённых предметов? И какое, мать его, предназначение? Недопитый чай умер вместе с кружкой, в которую его налили. А после того, как дух допил чай, и душа как напитка, так и посуда исчезла, стоящая на столе кружка может считаться трупом? Или у неё заспавнилась новая душа? А как умерла сигарета в конце серии? Не выкурили мгновенно? Равно невыполненное предназначение? А с какого момента оно считается невыполненным? Её же не сломали, не сожгли. Что, сигарета в какой-то момент поняла, что её уже не выкурят? И отбросила коньки? А куда души потом деваются? Перерождаются? Даже те, которые съели или выпили? Олег у нас пожиратель душ четвёртого уровня. И почему его не окружают призраки разных вещей? Например, деревьев, срубленных для изготовления бумаги или мебели. И как он прикурил призрачную сигарету от настоящего огня? Призраков можно жечь настоящим огнём? Или он должен стать призрачным? А это будет считаться за выполнение предназначения? Или призрачный огонь отличается от души огня? Сука, как работает этот ваш душедоставатель четвёртого уровня? У меня миллионы вопросов. И на них нет ответов. Мне что, снова нужно лазить по группе Лины? По её стримам и прочему, чтобы найти один ответ на фундаментальный вопрос вашей же вселенной? Так, всё. Давай, Лина, я пришёл на подкаст. Объясни, что это? Ну вот как бы по лору духа, когда дух трогает вещи и перемещает их, друг друга, в свой призрачный мир, они не исчезают. Никто не видит летающие банки или что-нибудь такое. Люди просто проскальзывают взглядом по этой истории и не замечают. У нас есть слепой этот, ну, всех в глазах? Грубо говоря, такие вещи становятся таким неким слепым пятно. Можно это расценивать как искажение пространства. Вот если, опять же, мы говорим про фантастику. Если, не знаю, смотрел Доктор Кто. Ну, в Докторе Кто, например, были, там, грубо говоря, инопланетяне, которые таким образом взаимодействовали с тканью пространства и времени, что ты мог смотреть, он мог стоять прямо перед тобой, но как только ты от него отворачивался, ты забывал, что ты его видел только что. Или наоборот, там были какие-то существа, которых ты мог увидеть только, только посмотрев на них через уголок глаза. То есть, типа, только периферийным зрением. Периферийным. То там это всё было, естественно, научно-фантастически объяснено как-то. Я не настолько умная, я, блин, не технарь вообще. Но меня очень привлекает, когда можно какие-то вещи объяснить мне через... А, ну потому что это магия, волшебство, и все мёртвые вот летают рядом с нами. Ну, то есть, ещё раз, это метафора. В первую очередь, это метафора. А-а-а-а-а-а-а. Вот оно что. Всё это... Метафора. Ок, расходимся. Объяснений больше не нужно. Просто метафора, значит. А вот это метафора чего? И почему Дима всё видит? Почему он видел, как Олег, ещё не четвёртого уровня, во второй серии, через холодильник достал банку и выкинул её в окно? И как, сука, уже воздействует тетрадь на Олега всех уровней? Я этим вопросом задаюсь с первых двух серий. На что эта метафора? В общем, ладно. Я могу тут остаться навеки, пытаясь понять, что вообще создатели хотели сказать или показать, и что в каком случае подразумевается под метафорой. Потому что мне кажется, что они сами, блять, не знают значения этого слова. И решили им блеснуть потому, что оно умно звучит. И позволяет уйти от ответа. Ладно, вернемся к сюжету. Дима и Олег четвертого уровня приходят на кладбище. Почему они туда пришли? Ну, понимаете, у нас тут произведение с глубокими мыслями, метафорами, типа тех, что были выше, и символизмом. Из последнего есть, например, очень символичная надпись на пачке сигарет, которую видно лишь перед переходом. А до этого показано крупным планом, что ее нет. Так вот, в этом So fucking deep произведении Олег, дофига умный студент при жизни, услышав на лекции выражение «Кладбище чужих идей», приходит к невероятному решению. Приготовьтесь, вас может шокировать. Надо буквально искать себя мертвого. «На кладбище!» И, вот это удивительно, они и правда находят могилу Олега четвертого уровня на кладбище. Ага, спустя столько месяцев додумались. Наконец-то. По пути Дима в очередной раз блещет умом, говоря, что семья нашего призрака, наверное, богатая, раз у нее есть место аж на московском кладбище. Учитывая, что на элитарность кладбища нигде не намекалась, вопрос к москвичам. Как далеко в Подмосковье у вас вывозят хоронить всех, кто не может себе позволить такую роскошь? Могила Олега, как выясняется, находится на семейном участке, на котором почему-то члены одной семьи разделены оградками. Эммм, я, наверное, чего-то не знаю, Но разве семейный участок не подразумевает, что всех членов семьи хоронят в пределах одной ограды? Что это за разделение? Метафора. Ладно, допустим, что так хотели сами умершие. Хотя это как минимум странно. Дальше, под довольно интересный рассказ о том, что могут сообщить людям надгробия и их особенности, мы доходим до надгробия Олега четвертого уровня. И оно сообщает нам, что у скорбящей семьи нет ни времени или возможности почистить или посетить могилу сына и брата, ни даже памятник получше поставить. А еще выясняется, что у Олега четвертого уровня с отцом были сложные отношения. Тем самым нам дают потенциального убийцу. К четвертой серии из пяти. Буквально это пока единственный явный подозреваемый. И я боюсь, как бы он и не оказался в итоге убийцей. Ну или, чтобы этого избежать, нам крайне нелепо подадут настоящего убийцу. После чего происходит неожиданный флэшбэк в детство Олега, тогда еще нулевого уровня. В нем суровый отец, в роли которого Лосяш, говорит, помимо всего прочего, что деревянный крест — это плохо. Будто это было и так непонятно. Нужно было еще и повторить уже напрямую. В целом ясно, что у Лосяша конфликт с Олегом четвертого уровня. После дух возвращается к жестокой реальности, и мы узнаем, что у Димы из родителей только мать. А еще с лопатой приходит Антон. И вот тут мы поговорим о том самом недоконфликте. Оказывается, Дима-то терпеть не может Антона. Что нам грамотно показали до этого аж... Аж сколько? Раза четыре? Сначала в первой серии все обсуждают вот этот поворот не дурня, допившегося энергетиками до проблем с сердцем, а того, кто его спас. Потом сон в начале второй серии, в котором Антон во главе тройки щелкает на Диму пальцами. Затем там же, в разговоре с Олегом тогда еще не четвертого уровня. Ииии в нарезке с поисками работы, когда Дима, устраиваясь в цветочной, распсиховался и сбежал, увидев зашедшего туда Антона. Да, единственное, хоть как-то влияющее на сюжет роль Филлера с работой, это неумело показать, что у Димы от Антона горит. Вот серьезно, я не думал, что настанет момент, когда я скажу, что в Зулендере конфликт показан лучше. Там есть обоснование. Дерек лучше Зулендера. Соответственно, тот боится за свою карьеру, которая рухнет с приходом более успешного соперника. А тут в чем конфликт? Дима ненавидит другого персонажа просто за то, что он лучше? Это все, что вы родили за несколько серий? Круто. Даже не знаю, что там дальше за сюжетные повороты припасены. Я уже не удивлюсь, если Лосяш и правда окажется убийцей, который выкинул сына из окна потому, что тот не сказал ему «будь здоров» после чиха. Особенно, если учесть, как настойчиво нам намекают, что он мудак. Серьезно, не хватает только, чтобы он в кадре котенка или щенка пнул. Причем Дима ненавидит Антона до такой степени, что сначала чуть ли не орет «Да что он меня преследует!» А потом натурально стоит и смотрит на него так, будто объект ненависти сейчас начнет играть с ним в постол. Но, увы, пришедший не рыжий и не конопатый. Да и Дима еще не дед. Потому оказывается, что Антон просто посещает могилу Олега четвертого уровня, а лопату взял, чтобы снег убрать. Парни достаточно мирно беседуют и расходятся. Но Призрачный просит Диму дать ему побыть наедине с Антоном. И тот соглашается, в процессе уйдя с тетрадью довольно далеко от участников окологейского момента. Но при этом Олега четвертого уровня не уносит следом ни в этом случае, ни когда Дима наебывается в пустую могилу, где подворачивает или даже ломает ногу. Да-да, я уже понял. Привязка к тетради работает только когда надо по сюжету. И вообще... Метафора. Только после вопля бедолаги появляется дух вместе с Антоном, от которого у Димы снова начинается бомбежка. Ведь этот ненавистный гад смеет помощь предлагать. Да и вообще, он и как друг лучше, и по жизни в целом успешнее. Кошмар в общем. Затем Дима узнает от духа, что какой-то из пунктов списка выполнен, видимо Олег четвертого уровня нашел себя, и от осознания, что не бесполезен, начинает превращаться в Джокера. И на этом серия заканчивается. Мда... Я как знал, что не может все быть настолько хорошо. Визуал улучшился. Саму серию мне было смотреть интересно. Озвучка относительно на уровне. Есть хорошие моменты. Например, разговор с мамой, в котором, несмотря на краткость эпизода, показана ее искренняя забота о сыне. Удался и момент с рассказом об особенностях надгробий, и даже часть разговора героев о родных. Но вот сюжет в целом и персонажи... Начнем с последних. Дима. Такое чувство, что он в какой-то момент стал своим создателем неприятен, и они решили его планомерно гнобить. В первой серии он просто предстает как обычный, пусть немного глуповатый парень, у которого проблемы с учебой. Но затем ему наваливают отчужденности от однокурсников, от товарищей по группе, засовывают в ситуацию, когда он вынужден на всеобщее обозрение выставить себя жадным до хайпа говнюком. Ну а в четвертой серии на Диму сваливаются всевозможные неприятности. И денег у него нет, и есть ему нечего, и учиться он не может, и работу найти тоже, интернет не ловит, телефон садится, а в конце он еще и травму получает, скорее всего. Не хватает только, чтобы девушка его бросила, а деньги за песни в переходе отобрали гопники, избив его самого. Серьезно, когда Антон появился над могилой, я на секунду подумал, что сейчас он наденет клетчатый пиджак и расскажет про 18 карат невезения и нечестный сценарий, который попался Диме. И мало того, персонажи еще параллельно отупляют. Вспоминаем момент на кассе. Дима не стал настаивать на своих правах покупателя, потому что о них не знал, или потому что внезапно превратился в забитую тряпку. Ну, тот самый Дима, который в прошлой серии вылез позорить себя перед камерой, в том числе потому, что ему пригрозили штрафом. А осознав, что у него нет денег, он ищет работу, а когда с трудом находит, делает все, чтобы ее тут же потерять. Потому что это смешно же. Человек своей тупостью сам себя загоняет все глубже в жопу. Да, выше я назвал этот момент забавным. Но забавен он именно происходящей буфонадой, а не самой ситуацией. А самый прикол в том, что Дима потом еще и орет, что Антон, сука такая, более успешен. Да, судя по показанному в серии, он сам себе проблемы создает, но виноват у него кто угодно, но не он сам. И вот такой тупой и нелогичной завистливой истеричкой у нас к концу сезона стал один из двух главных героев. Браво, Лина! Такого не располагающего к себе персонажа надо постараться создать. Вдвойне браво, если вы его таким не задумывали. Олег четвертого уровня тоже не отстает. Если предыдущий персонаж с каждой серией тупеет, то этот скатывается в эгоизм. Они с Димой вроде как уже друзья, а не просто товарищи по несчастью. Но в прошлой серии он его фактически подставил. А здесь, при том, что у его друга явные проблемы, все, на что его хватает, это ну не надо работать, будет сложнее с учебой, не связывайся с криминалом. На работах, на которых он с ним застрял, Олег даже не пытается ему помочь. Он же как минимум уже вкачан до взаимодействия с предметами. Мог бы спокойно прихватить те же листовки или ящик. Но куда там, он его даже разбудить на лекции не может. Потому что забыл, что кроме голоса у него еще и руки есть. Хотя, о чем это я? К четвертой серии Олег благополучно забыл, что в первой Дима фактически себя угробил энергетиками, хотя еще во второй оставшуюся банку в окно выкинул. И где его помощь в учебе? У них же есть мега конспект, о котором забыли все другие персонажи. И сам сверхразум Олег. Второстепенных персонажей, которые хоть как-то раскрыты, в серии двое. Антон и Лосяш. Из них нормальным вышел только первый, показанный просто обычным человеком, со своими делами и проблемами. Лосяш же грубый мужик, думающий только о статусности и игнорирующий стремления и желания сына. Причем с таким искусственным нагнетанием драмы, по сути, из ничего. Я должен сопереживать духу еще сильнее из-за того, что его отец был такой мразью, что не пустил на вступительное, а еще и угрохал деньги на памятник? Это все настолько искусственная манипуляция, что аж мерзко становится. Что же по сюжету в целом, то нельзя не отметить, что и здесь есть прогресс. Если прошлая серия была филерной вся, то здесь филерная только первая половина, где Дима ищет работу. Поскольку главной сюжетной линией здесь является Олеговский поиск себя, а к ней с тем же успехом мог подвести десяток других ситуаций на учебе или по дороге в универ и обратно. Правда, тогда у нас бы не было веселых покидушек, ящиков и листовок, допадающих бутылок, а Дима бы не выглядел тупым придурком. И даже конфликт с Антоном можно было бы в этих случаях раскрыть лучше, чем у Димы пердак пылает от его существования. Но, увы, у нас есть то, что есть. Складывается ощущение, что сценарий в спешке лепили из двух, в последний момент решив, какая из сюжетных линий будет главной. Хотя странно, он же у них вроде был готов по их же словам, в отличие от графона, который перерисовывали. И да, главных героев опять штормит от одних целей к другим. В первой серии они хотят выполнять желания Олега, во второй они ничего не делают, но решают искать убийцу, в третьей они оставляют расследование за кадром, забивают на желание и творят какую-то хрень. И вот в четвертой они вспоминают про тетрадь, но половину серии занимает бессмысленный поток юморесок, а поиски себя сводятся буквально к посещению своей могилы. Видимо, до этого они ее не навещали, даже в рамках расследования, потому что, ну это всего лишь могила того, чью смерть они расследуют. И, о чудо, это помогает, поскольку один или даже несколько пунктов оказываются выполнены. Учитывая момент, предшествовавший этому, похоже, что по итогам поиска в себя Олегу, теперь уже не четвертого уровня, пора будет вылезать из шкафа. Кстати, а что там с линиями из прошлой серии? Экстрасенсами, например. А, точно, метафоры же. Экстрасенсов на самом деле нет, как и ничего потустороннего. Значит, призрачный истерик просто тупил и зря паниковал в той серии. А приход матери? А, тоже нафиг не нужен, видимо. Пришла и пришла. Делом-то мы все равно займемся спонтанно, в ходе вечерних разговоров. Конечно, я не отрицаю, что многое из того, что заявлено сейчас, нам могут раскрыть и объяснить в дальнейшем. И наверняка попытаются. Только вот у них осталась одна серия, в которой они, скорее всего, ничего из перечисленного не успеют сделать. И хорошо, если не наворотят новых проблем. А дальше сезон закончится, и настанет то самое межсезонье, о котором мечтал Фёдор и... А что и? Да чёрт его знает. Может быть, за это время они сумеют исправить накопившиеся ошибки. А может, просто, как на студии принято, проект заморозят. Или закроют. И, как это ни удивительно, мне бы не хотелось ни второго, ни третьего. Потому что пока дух, при всех его недостатках, действительно самый успешный и лучший проект студии амбициозных любителей. Видно, что над ним работают, а не только рассказывают и обещают. Визуал с каждым разом становится лучше. Звук тоже неплох. Но вот сюжет продолжает оставаться слабым местом духа. И с этим, увы, подвижек пока никаких. Часть важной, в том числе и сюжетной информации, до сих пор надо искать за пределами мультсериала. При том, что он основное произведение. Конечно, если глубоко не задумываться, то сюжет тоже кажется вполне неплохим. Но, увы, стоит хоть ненадолго остановиться, как всплывает целая куча сюжетных дыр и вопросов, на которые есть всего один ответ. Это метафора. В первую очередь, это метафора. А без хорошего или хотя бы нормального сюжета дух будет обречен. И, как бы ни старались наемные и их собственные художники и аниматоры, которые, походу, лучше работают при отсутствии рядом гениального продюсера, маловероятно, что они доведут визуал до уровня, на котором он один вытащит весь сериал. Повторюсь, вероятность того, что сюжетные дыры закроют, а непонятные моменты разъяснят, остается. Как и на то, что дух станет, если не отличным или хорошим, то хотя бы нормальным и крепким произведением. Но, увы, с каждым разом надежды остается все меньше и меньше. Субтитры создавал DimaTorzok